На Руси издавна считается, что купание на крещение способствует избавлению от различных недугов. Всё дело в воде, которая в ночь на 19 января набирает особую силу. А потому даже те люди, которые никогда не занимались закаливанием, в праздничный сочельник бесстрашно окунаются в прорубь. Однако правила погружения в ледяной водоём никто не отменял. И первое, что необходимо сделать, это разогреть тело. Достаточно выполнить несложные физические упражнения. Ещё важный момент – это одежда и обувь. Соблюдая традиции крещения или, как по-другому называют, богоявления, нужно в воду входить в специальной одежде. У вас должна быть белая рубашка, белый платок. И это касается не только женщин, но и мужчин. Второй нюанс – нужно соответствующе подготовить ноги, потому что первыми замерзают пальцы ног. Нужно одеть тёплые носки и кроссовки. То есть пока мы в воду идём, пока вода проникнет пальчиком, пока то всё, мы уже три раза успеем окунуться. После каждого окунания, согласно христианским традициям, следует креститься. Церемониал медики советуют уложить в пару минут, чтобы не перехладить организм. И затем можно отправляться на берег. Если предусмотрена лестница, то нужно зачерпнуть в ладони воды или снега со льда и затем крепко взяться за поручни. Я в шоке. Я счастлива. Нужно сразу выйти, одеть сухую одежду, носки и, естественно, ну просто взять и одеться. И выпить горячего, чего-нибудь горячего. Чаю с перцем я навожу. Собственно говоря, вот мне жарко. Мне даже сейчас не пить, не есть ничего, не хочется. Хочется просто остыть, потому что выброс адреналина на самом деле большой и просто-напросто жарко. В Крещенский сочельник и непосредственно в праздничный день обеспечивать безопасность купающихся будут и медики, и силовики. Так, в Абакане купели подведут освещение, на берегу установят пункт временного обогрева. Подъезд автомобилей к Иордане разрешат лишь в одном месте. Дежурство спецслужб у проруби продлится два дня – 18 и 19 января. Наталья Гармашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.